всех приветствую добро пожаловать на канал приехала вот такая вот коробочка xh data d808 радиоприемник поставляется он в комплекте вот с такой сумкой для переноски из кожзама и также в комплекте идет usb type-c кабель для зарядки и еще антенна дополнительная в виде провода с разъемом 3,5 дюйма джек многие наверное уже этот приемник видели рабочий диапазон этого приемника в fm от 64 мегагерц до 108 средней волны 522 килогерца 1620 килогерц длинный волны 150 килогерц до 450 килогерц и коротковолновый сплошной диапазон от 1711 до 30 мегагерц почти также еще участок 520 тысяч 1710 килогерц с шагом 10 килогерц средней волны и авиадиапазон от 118 до 137 мегагерц приемник выполнен в удобном формате есть цифровая клавиатура для набора частоты с левой стороны у нас разъем под наушники регулировка громкости подключение внешней антенны с правой стороны кнопка настройки она нажимается крутится и кнопка плавной подстройки также юсб type-c разъем можно подключить и заряжать данный приемник сзади у нас указан частотный диапазон кстати эта штука как подставка может использоваться потому что можно вот эту антенну еще и повернуть так поставить на стол и он прекрасно будет стоять и смотреться сзади у нас разъем под единственный аккумулятор 18 650 2000 миллиампер часов комплекте идет все уже не идет и кстати вот этот хвостик очень удобный чтобы достать сам аккумулятор включается приемник однократным нажатием на клавишу питания вот эту желтую сверху в правом верхнем углу ссб долго загружается давайте выберем какой-нибудь из частот нажимаем frequency набираем 3663 и подтверждаем frequency здесь вот написано slow это значит по одному килогерцу можно перестраивать если мы нажмем валкодер стоп то есть у нас ничего не настраивается еще раз нажимаем валкодер fast то есть по 5 килогерц можно отстраиваться файн тюнингом можно подстроить более точнее другую частоту какой-нибудь из 40 очки 7 100 frequency Продолжение следует... Давайте попробуем авиадиапазон. В 20 километрах где-то находится аэропорт. Громкость я уже на всю сделал, но слышно. Еле-еле. Вечером, кстати, поинтереснее слышно. Также есть функция шумоподавления. Нажимаем клавишу, удерживаем. И шумоподавитель у нас регулируется. Нажимаем. Главное успеть на единичку. Сейчас шумоподавитель на единичке. Если мы частоту отстроимся, шум пропадает. Соответственно, шумоподавитель открылся. Для того, чтобы переключить режим FM-радио в 64-108 или 88-108, нужно при выключенном приемнике удержать длительно клавишу FM, а потом однократно выбирать диапазон старта необходимой частоты. Давайте 64 выберем коротким нажатием. И включим наш приемник. Также есть режим сна. То есть 120 секунд. Таймер при включении 60, 45, 30. Это таймер выключения радио через это время. То есть он проработает указанное количество минут и выключится сам приемник. Давайте FM переключимся. Возвращалась в Российскую империю. Встречали везде. Это FM-радио. Это было такое вот звездное явление. Прекрасно работает. Давайте средние волны выберем. Чуть стемнело и уже средние волны начали появляться. Посканировать можно, нажимая вот эти одну из стрелочек вниз или вверх по частоте. 10-460. 10-460. Послушаем. Что-то как-то не разобрало я имя. Что услышал, только 5-9. Но, видимо, прохождение такое ближнее не очень хотят. Не знаю, декабрь подходил довольно крепко. Так, кто брэк, секундочку. Чайка Луганск. 9 на плюс на время. Троечка. 3 МГц. Ну да, я же тебе про то и говорю. Это надо полторашку. Тучки грозовые подходят. Троечка работает. Для того, чтобы переключить длинные волны, нужно приемник выключить. Нажать вот эту клавишу, длинные средние волны, вот, LW ON. Удерживаем вот эту клавишу и они включились. Теперь включаем приемник. 150 кГц. И погнали крутить. Большинство функций активны на этих клавишах только когда радиоприемник выключен. Например, клавиша BEEP. Если мы нажимаем, удерживаем, у нас теперь будет озвучиваться каждое нажатие клавиши. Но я не люблю эту штуку, поэтому выключаю OFF. Также на 27135 на CB-шном диапазоне также удерживаем. И можно выставить шумоподавитель. Как только сигнал появится, шумоподавитель у нас откроется. Также можно отображение информации не только время указывать, а нажимаем дисплей. Можно это будильник, когда у нас срабатывает. Здесь у нас температуру можно посмотреть. Это уровень сигнала. Частоту можно сохранить в ячейку из памяти. Нажимаем первую. Удерживаем. Сохранили. Переключились на вторую. Возвращаемся на первую. И загрузили сохраненную частоту. Давайте послушаем 20-метровый диапазон. Переключаем ЛСБ на ЮСБ вот этой клавишей. И обратно можно переключаться. Давайте покрутим. Вот такой вот приемник интересный. Мне понравился. Покрутим, посмотрим дальше в эфире, как он себя покажет. Полезные ссылки оставил также в описании. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии под этим видео. Если вдруг что-то забыл, прошу прокомментировать, кто имеет такой приемник. Спасибо всем. Всем пока.